Здравствуйте, дорогие друзья! Наша камера сегодня установлена в лесу у небольшой лужи. И первый наш герой, прямо в самом центре кадра, птичка небольшая, неяркая, но очень громкая и слышно таких же птичек, как он. Это певчий дрозд. Вот из многочисленных птичьих голосов его трели одни из самых ярких. В лесу, видите, небольшая пятнистая птичка. Ну, в общем-то, поют и многие другие птицы. Тут, кто в голосах, разбирается много видов, опознает. А вот сейчас еще один дрозд влетает нам в кадр. Это черный дрозд. Многие очень любят эту птичку. Вот такой он красивый и в красивое место сел. Ну, из птиц за неделю нам попалась еще уточка с утятами. Пару раз вот она мелькнула в уголке кадра. И вот она, вот посмотрите, два утенка всего у уточки. Осталось выводки, но она с ними плавает. По лесу. Ну, переходим к млекопитающим. И вот самая частая млекопитающая, встречающаяся в литовских лесах, косуля. Это беременная самка. Видите, она наполовину перелиняла. Шейка уже рыженькая. То есть, это вот летний окрас. А бачка у нее серая. Зимняя шерстка на боках видна. Она еще не скоро перелиняет. Ну, и живот, видели, круглый. Ей скоро рожать. Ведь этого июня у нее будут косулята. А вот еще одна беременная косуля. Посмотрите, вот эта уже перелинявшая. Но здесь ночная съемка, поэтому цвет не видно. Но она уже вполне рыженькая себе в летнем окрасе. И посмотрите, какая круглая. То есть, ей рожать уже очень скоро. Это снимается в самом конце мая. Вот, наверное, в первых числах июня у нее. Может быть, когда смотрите этот ролик, она уже кормит косулят. Это полностью перелинявшая косуля. Вот еще одна самочка. Это, похоже, более молоденькая. Третья уже. Тоже она частично перелинявшая. Остатки летней шерсти на бочках видны. Вот. Но вот даже непонятно, беременная она или нет. Вроде живот немножко круглый, но не точно. А вот это вот совсем молодая косулька. Косулька, видимо, еще прошлогодняя. То есть, не беременная. Видели, какая худенькая, стройненькая. Ну и мальчиков-косуль посмотрим. Вот этого козлика. Постоянные зрители канала «Реальный мир», конечно же, узнают. Он у нас был главным героем в ролике про косуль-зомби. Исполнил большинство дублей. Подсказка в правом углу кадра. А вот еще смешной эпизод. Это вот у нас уже шестая косуля. Это тоже козлик, вот второй самец, более старший, кстати, с длинными рожками. И посмотрите, вот он сейчас сам себя напугал. Задел рогами веточку, посмотрел наверх, что там зашевелилось. Испугался, убежал. Вот так вот они сами себя пугают. А вот это вот млекопитающее барсук. Он редко попадается в камеру. Вот, в основном позирует в темное время суток. Вот такими короткими эпизодами мы его пока поймали. Ну, думаю, в ближайшее время поснимаем еще про барсуков что-нибудь подольше. Вот. Ну, а пока не могу себе отказать в удовольствии показать еще раз кабаниху, кормящую крупным планом, которая пришла попозировать. Отдельным роликом мы ее уже выкладывали. Ну, вот в репортаже недельном с этой полянки она обязательно должна быть в качестве главного героя. В общем-то, здесь камера специально на кабанов и ставилась. Но что удивительно, что всего лишь это было единственное срабатывание по кабану за целую неделю. То есть, в общем-то, это очень мало, что всего один раз сработало. Вот тут сплошные следы кабанов у этой лужи. Их тропа проходит и метров 30 левее, в 40 примерно место гнезда, где кабаниха вывела выводы кабанов буквально пару месяцев назад. Вот. И сейчас они здесь ходят. Но вот эта кабаниха – это единственная, кто попалась. Зато крупным планом и, в общем-то, в идеальном ракурсе, в идеальном свете. И похрюкала, и камера испугалась. Ну, а заканчиваем мы благородными оленями. Обязательно куда же без них. Благородные олени у нас есть везде по лесам ходят. Ходят стадами. Это вот олень не один прошел. И вот для тех зрителей, которые спрашивают, как отличить оленя от косули, я подскажу в основном по размеру. Вот на этой же тропе, где только что позировали несколько косулик, целиком они в кадр влезали. А олень, видите, от него только ноги. То есть, вот олень намного крупнее косули. И можете посмотреть, вот на стоп-кадре видно очень хорошо. Наложили мы два стоп-кадра, чтобы сравнить пропорцию, чтобы было видно, вот какого размера олени косули. Вот. А вот на заднем плане еще олень. Это вот самцы. Группа самцов идет. Рожки у них уже отрастают. Уже скоро лето. То есть, они в апреле сбрасывают рога. В мае уже отрастают новые. Скоро сформируется новая корона у рогов. Вот. И вот они идут широким фронтом. Видите, первый прошел по самой луже, да. Второй прошел чуть правее от него в нескольких метрах. Там дальше на полянке вот из-за дерева. Третий появился. Там четвертый выглядывает. Когда олени ведут, идут, мигрируют там с одного места на другое, группа оленей, они идут по тропе в кельваторе друг за другом, да. А тут олени спокойно кормятся. Они идут широким фронтом. Один здесь прошел, другой там. Не спешат никуда. Кушают. И, в общем-то, за ними можно наблюдать. Очень долго, иногда вот подолгу держатся на одной полянке. Но, друзья, как видите, появились вот пузыри и капельки на воде. Шуметь начал дождик, а раз начинается дождик, пора нам репортаж на этом заканчивать. Спасибо за внимание и до встречи в реальном мире. Продолжение следует...